Встречи полномочных представителей президента в регионах с местным населением начали приносить плоды. По итогам проверок жалоб будет рассмотрено должностное соответствие чиновников с занимаемым креслом сразу в ряде районов. Мы проверяем районы администрации и Айлок Моту. Вернувшись на работу, я всех предупредил, но они не восприняли это всерьез. Сегодня мы уже проверили 46 Айлок Моту и три мэрии. Сейчас мы внесли предложение об увольнении 12 глав сельских округов. В Ожской области больше всего жалоб в Наукатском районе, в сельских округах Кёкбель, Джанебазар и Онекебель. Как оказалось, по итогам проверок поручения президента тут выполняли не так уж и тщательно. Я признаю, все наши недостатки, все будем устранять. Там, где есть работа, всегда будут недостатки. Хорошо, что есть контроль. Вопрос служебного соответствия чиновников стоит и в Орованском районе. Тут рассмотрят должностные обязанности их выполнения главы сельского округа Керметоу. Предупреждение также получили и несколько глав местных сельских управ. Там, где люди пожаловались, что пастбища в этом районе сданы в аренду неизвестным лицам. Жители села Мангыт сами решили возделывать эти земли. В результате проверок выяснилось, что они действительно были отданы инвестору, который вовремя не платил за аренду. Кроме того, специалисты рассмотрят вопрос, был ли нарушен грунт. Под вопросом должностное соответствие мэра города Узгена, также главы сельского округа Джалпакташ. В Алайском районе глав сельских округов Ленин и Корул в Каракульджинском, сельских округов Сарыбулак и Чалма. В Карасуйском районе сельских округов Кыштак, Шарк и Акташ. Идеальная работа не бывает. Там, где есть работа, всегда есть недочеты. Сегодня мы заслушали отчет за три месяца работы по области. В целом все неплохо. Кроме того, предупреждения получили главы и акимы в каждом сельском округе. Всего в Ожской области 88 сельских округов. Деятельность чиновников в настоящее время проверена в 46. В остальных проверки еще продолжаются.